Роль ее всей жизни назвала актриса Мишель Еу свою роль в фильме о жизни лидера оппозиции Мьянмы Аун Сан Суджи. Неотступного борца за освобождение Мьянмы от военного режима Суджи содержали под домашним арестом в Рангуне целых 15 лет. Со своей семьей в Великобритании удавалось видеться очень редко. Картина «Леди» повествует о болезненном расставании политика с двумя сыновьями и мужем доктором Майклом Маррисом. Членам семьи позволяли посещать страну лишь изредка. Еу рассказала о встрече с прообразом своего персонажа, обладательницей Нобелевской премии мира, которую многие считают живой легендой. Когда мы встретились, она распростерла руки и мы обнялись будто родственники. Когда я общалась с ней, я забыла про фильм, забыла обо всем. Я просто смотрела на нее. Она добросердечная, открытая, четко формулирует свои мысли. Ей не чуждая ирония, она не прочь посмеяться. Также ей присуще любопытство. Она расспрашивала меня о моей семье, о моей стране и обо мне самой. Ей все интересно, ведь только представьте себе, она не была за границей Мьянмы с 88-го года. Поэтому, когда кто-то навещает ее, она имеет возможность узнать о событиях в той или иной стране. На протяжении долгих лет заключения Су-Джи помогал ее муж. Несмотря на крайне редкие встречи, супругам удалось сохранить теплые чувства друг к другу. Он прекрасно понимал сложность положения, но именно в таких ситуациях проявляется настоящая любовь. Когда любишь, помогаешь человеку оставаться верным своим идеалам и реализовать свой потенциал. Думаю, он понимал, что приба с режимом для его жены была очень важным делом. Зачем мешать человеку, который способен что-то изменить? И Майкл, и остальные члены семьи поддерживали Су-Джи. Вся семья терпела лишения ради народа страны. Это очень благородный поступок. В 97-м году Майклу Арресу диагностировали рак. Страстно желая увидеться с женой, он подавал документы на визу 30 раз, но всякий раз его ожидал отказ. Он умер в 99-м году, так и не увидев Су-Джи. В последний раз супруги встречались в 95-м году. Су-Джи продолжает жить в Мьянме и не прекращает борьбу за свободу своей стороны. Фильм «Леди» появится в прокате в конце декабря.